Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа Мордовский блок новостей Эхо Мордовии. Виктор Борисович Махаев, искусствовед, член Совета Национального комитета ИКОМОЗ. Девиз у нас программы Петр Николаевич Тултаев придумал. Пока мы будем безучастными, мало что изменится. Но перед переходом к новостям Мордовии за лето у меня три вопроса к вам, Виктор Борисович. Вот я недавно узнал, что, оказывается, по всей стране... Я узнал, почему у нас нет денег на памятники, посвященные жертвам в репрессии. Потому что по всей стране ежегодно, или с какой-то периодичностью, реконструируют памятники Ленину. Их у нас тысячи. И вот недавно темников выделили деньги на реконструкцию, и в том числе будут красиво реконструировать памятник Ленину. Правильно ли это, что на реконструкцию таких множественных, одинаковых памятников бывшим вождям стоит выделять такие большие деньги? Была так называемая тиражная скульптура, такая типовая, которую штамповали в Москве и расставали по регионам. Ну, конечно, она не представляет больших художественных ценностей. Хотя, если какой-то единичный объект хорошо смотрится, почему бы его не отреставрировать? Тем более, что многие, может быть, аналогично уже исчезли. Но, конечно, в первую очередь нужно обратить внимание на уникальные произведения скульптуры, монументального искусства. Посвящены они Ленину, советским вождям или другим деятелям. Это ведь не так важно. Вся история для нас ценна во всех ее измерениях, во всех ее предпочтениях общественных. Нам важна художественная ценность этого объекта и культурная значимость этого объекта. Если они есть, значит, нужно браться этот объект и восстанавливать. Дело в том, что не только ленинские памятники во множество сохранились и поддерживаются в хорошем состоянии, но еще очень громадное, я бы сказал, количество и очень плохих памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Увы, но это так. Во всех селах, в поселках, в множестве городах такие памятники есть. Большая часть их бездарна. Это просто кошмарно. То есть мы не можем их снести, потому что это священная тема, такая святая для каждого нашего человека. Но с другой стороны, подновлять все бесконечно уже нет никакой возможности эстетической. Это, конечно, очень большая проблема, что с ними делать. И, скорее всего, если в темниках выделили деньги, в том числе и на реконструкцию, то, видим, там эксперты решили, что этот памятник представляет какую-то эстетическую ценность. Это решили не эксперты, а цы города. А цы? Конечно. Кто ты такие? Ну, это такие очень хорошие парни, с которыми мы дружим и работаем постоянно. А цы? Нет. Дело в том, что когда мы писали заявку на грант, которую они выиграли, другие документы, мы там этот памятник не упоминали. Там был памятник до войны, по-моему, открыт Ленину, один из первых, если не ошибаюсь. В Мордовии. Вот, я не знаю, тот ли это памятник или не тот. Вот, это другой памятник, скорее всего, памятник 60-х годов. Вот, но какой-то такой большой ценности он, конечно, не представляет. Ну, просто знак эпохи, так сказать. Там другие надо объекты сохранять. Вот, но так как он находится на главной площади демонстративной, после администрации города, поэтому они решили его как-то украсить или, короче, отреставрировать. Ну, что ж, это решение их. Если он им нужен, ну, пусть занимаются еще памятником. Теперь у меня вопрос, как у дилетанта в области городозащиты. Новость летом пришла, что будут строить новый жилой квартал на 9 многоквартирных домов в районе улицы Лесной и, в том числе, снесут старые корпуса республиканской больницы на этой улице. И, в том числе, видимо, там есть дом от 1929 года. И у меня вопрос к вам, представляет ли он ценность вот эта избушка деревянная? Я думаю, не представляет. Дело в том, что снос – это нормальное решение, нормальный ход эволюции города. Потому что все, что отжило, должно быть снесено и построено новое. Ну, разумеется, новое должно быть лучше. Многократно лучше, чем старое. Но то, что какие-то рядовые объекты, кончаясь с ворксового существования, ну, да, вечность кончается и их сносит – это нормально. Вообще-то говоря, большая часть таких объектов должна быть снесена. И только уникальные должны сохраняться. Но все же объекты не могут быть уникальными. Все здания не могут быть оригинальными, очень ценными. Художественные, архитектурные, исторические. Конечно, какая-то маленькая часть того, что построено в городе. Вот это надо, конечно, сохранять. Выявлять, сохранять и поддерживать в хорошем состоянии. А все остальное – это такой фонд, такой фонд… Это дом не относится к числу ценных. Да нет, памятником он не являлся, ну, до 29-й год. Ну, что ж. И последний, отвлеченный вопрос. Вот, было известно, что все молодые люди в Советском Союзе, как один, вступали в комсомол. И тут оказалось, что вы отказались вступать в комсомол. Как вы решились на это? Ну, во-первых, не все советские молодые люди вступали в комсомол. Довольно большой был процент тех, кто не был в комсомоле. Вот. Я видел, что… Большой – это полпроцента? Нет, процент в 30, наверное. Я так думаю, особенно в сельской местности. Может, они хотели, но им не разрешали, потому что плохо учились? Да, нет, всех загоняли. Загоняли всех подряд. Но я думаю, в сельской местности процент был больше, чем в городе. В городе больше была активность такая. А вы в Северное не вступили или в городе? Нет, я в большом городе. Тем более, почему? Ну, дело в том, что в нашем классе, там, по-моему, 14 лет, да, в 14 лет надо было вступать в комсомол. В нашем классе половина учеников была 14 лет, а половина – 13 лет. А принимались 14 лет. Ну и, разумеется, кто достиг 14-летнего возраста, они все поголовно вступили в комсомол. Мне было 13 лет. Вот. Я просто не мог вступить в комсомол. Я смотрел на них, чем они занимаются. Сначала они с радостью стали носить значки комсомольские, а потом, где-то через полгода, поняли, что это какие-то обязательства, какие-то обязанности, какая-то муштра, какие-то заседания, доклады и прочее, прочее. Вот. И они поняли, что они туда попали. Вот. И когда мне исполнилось 14 лет, ну и другим ученикам тоже, они тоже вступили почти все в комсомол, а я – нет. И вот они, по-моему, раз в неделю оставались на комсомольское собрание после уроков, а я торжественно вставал и уходил, и делал им до свидания. И все смотрели на меня, конечно, с большой завистью. Вот и все. Ну, я не будучи комсомольцем, я поступил в институт, окончил его, пошел на работу и никаких проблем никогда не испытывал. И, конечно, никакого зазрения совести у меня не было. И даже наоборот. Молодец. Слов смертей онкобольных на 100 тысяч населения. А Минздрав России выяснил, что из российских регионов Мордовия на втором месте. И вот за прошлый год руководитель поликлиники, онкодиспансер Мордовии, Шерстобитова Наталья Борисовна выяснила, за прошлый год почитала, 1380 человек Мордовии умерли от рака. Под подробнее мы потом по каждому пройдемся. Причине вот этого. И вот вам, как кажется, какие главные факторы, причины влияют на то, что у нас такой высокий уровень заболеваемости? Плохая жизнь, низкий уровень жизни, качество жизни очень низкое. Это очень плохое питание, очень плохая экология, очень большие стрессы. Вот все это в сумме порождает эту страшную болезнь. Жалко, конечно, что мы на этом месте оказались, но что ж поделаешь. Хотя, в принципе, регион не должен быть на этом месте, потому что он аграрный, он сельский, здесь много природы хорошей, и не такая, что самотошная жизнь, все-таки миллионников тут нету. Но, несмотря на это, он сюда вот залез. Это, конечно, очень печально. То есть, вот ваше рассуждение говорит о том, что, в принципе, мы должны быть не так высокой. То есть, для вас это тоже парадокс. Почему? Несмотря на это, мы... Да. Это неестественно, что мы тут оказались с этим заболеванием. Значит, вот, во-первых, чтобы... А, и плохая медицина еще, конечно. Плохая медицина, поднимается. Ну, видимо, все по чуть-чуть, действительно. Вот, во-первых, чтобы принимать правильное организационное решение в области медицины, должна быть правильная статистика. Выяснилось, что, конечно, информационный повод. В июле столица СССР опубликовала данные прокуратуры, что в МВД прокуратура выяснила 4,5 тысячи фактов искажения сведений. И вот эксперты медицинские говорят, что и в медицине очень много искажается статистики в области онкологической заболеваемости. Завышают ранее выявление. Число умерших от рака, оказывается, выше, чем зарегистрированных от рака. То есть регистрация плохая и сваливают на неустановленные причины смерти и на старость, чтобы улучшить статистику по рака. И разные другие примеры. Как вам кажется, важна ли эта проблема, что у нас все фальсифицируется? Ну, разумеется, конечно. Это просто ужасно. Друг другу лужом. Это не объективная картина. Да, она приводит только к усугублению проблемы. И вот, чтобы разогнаться, давайте начнем с того, что похвалим власть. Вот водные объекты тоже важная часть, когда мы пьем, мы в чем-то рыбу ловим и так далее. И природные растения растут в водной среде, в Мордовии. Вот у нас все-таки власть реагирует на какие-то нарушения. Допустим, была в июне массовая гибель рыбы в Саранке. Убедили, что это Саран с гора Вадганал, хотя он отказывался. Дальше на ржавую воду тысячи людей, горожан, жаловались. Тоже выяснилось, что все-таки вина Саран с гора Вадганала, Роспотребнодзор, их суд даже обратился, потому что они добровольно сменили руководителя Саран с гора Вадганала. И Петр Николаевич Пултаев поручил очистить Саранку, запустить морковь, обновить воду, запетанировать кондиционные трубы. И мокшу будут теперь очищать до 2024 года. И последнее скажу, что около Тепличной весной был факт, что в водоеме Рыка Умерла тоже опубликовали данные, что действительно показали пестициды. Тепличная обрабатывала поля и туда. Значит, все-таки власть, когда хочет, может, и принимает кадровые решения и судебные решения. Ну, там уже была безвыходная ситуация, когда весь город вонял. Поэтому, разумеется, тут только такое... Да все советское время была такая безвыходная ситуация. Вот тогда... И замалчивали. Время было другое. Значит, мы лучше стали реагировать. Ну, нет, сейчас, конечно. Власть более активно идет навстречу людям. Да, это хорошо, и только поддерживается. В том числе, птицефабрика Октябрьская. Из ее магазинов отравились 26 человек. Тоже мы говорили, в поселке Комсомольском. Действительно, выяснилось, кишечная палочка. И в поселке Комсомольском в магазине птицефабрики. И в Саранске на улице Косарева 41 тоже в птице, в ребрышках и так далее, в бедрышках обнаружили кишечную палочку. Дальше пошли по факторам. Вот лекарства. У нас 22 июня и 26 июня Краснослободская аптека в Дубенской больнице прокуратура выявила нарушение хранения лекарств и снабжения любого категории граждан. Как вы считаете, у нас в Мордовии онкобольные, насколько снабжены лекарствами хорошо? Я понятия не имею. Конечно, но вам как кажется. Думаю, не очень хорошо, но все из этой же истории. А в целом по-другим заболеваниям Мордовии с лекарствами? Я не специалист и не такой же больной, чтобы знать ситуацию. Да, ну вот у меня по поводу лекарств такой вопрос. Значит, у нас чемпионат мира 2013 года был в Москве. И двое представителей Мордовии бегуны призовые места. И в феврале 2014 года Олимпиада Сочи тоже. Потом выяснилось, что полторы тысячи допинг-проб российских спортсменов скрывали. И Следственный комитет до сих пор их прячет, чтобы там не обнаружили в них допинг. А интересно вот что. Что уже новый тогда сбежал Родченков, руководитель, вместе с заместителем Русады. И дал показания признательные, что он скрывал пробы. Потому что в феврале 2016 года, 2013-2014, отравили двух руководителей российского оттендопингового агентства. И чтобы его тоже не отравили, он решил дать признательные показания. И теперь будет до конца жизни прятаться. И вот новый руководитель, замруководителя Русады Пахноцкая сообщила, что весной 2018 года мне позвонил, ей позвонил бывший министр спорта Мордовий Киреев. И прямым текстом сказал, ты что не помнишь, как закончили предыдущие руководители Русады, когда она наставила, чтобы мордовские спортсмены вышли и давали пробы экспертам. У меня вопрос такой к вам. Если общество России спокойно относится, что мы травим руководителей бюджетных организаций и фальсифицируем с помощью тоже запрещенных химических веществ спортивные мероприятия международные, почему у нас до сих пор запрещены многие виды обезболивающих и ежегодно сотни онкобольных вешаются, стреляются, генералы МВД, армии, то есть сильные люди не могут терпеть эту боль. А мы до сих пор запрещаем какие-то виды обезболивающих, которые разрешены в мире. Ну это вопрос специалисту, кому можно ответить. Почему одно разрешено, другое запрещено. Вы за то, чтобы разрешили. Что касается отношения общества, я думаю, это полное такое наплевательское отношение к очень жгучим проблемам спортивно-политическим. Ну я думаю, что это связано с нашей ментальностью, которая позволяет вот такое беззаконие. Люди считают, что все это в принципе в порядке вещей. Когда может спортсмен нашим накачать лекарствами, и он получает золотую медаль. Люди считают, что все это нормально, все это должно быть, потому что другие тоже этим занимаются. И мы тоже можем так же мухлевать по-черному. Это, конечно, безобразие. Вот как в семьях воров и убийц тоже считаются, да все воруют, да все убивают. А почему я не должен? Почему я должен быть первым лучше других? И здесь, наверное, люди думают, что Россия должна просто такие препараты создавать, которые будут таки незаметны для проверок. Вот в этом управлении. Ну бог с ним, с тем, чтобы... Надо работать, думают люди. А не в том, чтобы запретить все это, искоренить и наказать виновных. Я думаю, так, к сожалению. Такая ментальность у нас. А по обезболивающему, за то, чтобы идти к тому, чтобы максимум, если человек уже умирает, не нужно его спасать от наркомании. Нужно, чтобы он меньше боли испытывал. Ну, не знаю, трудно сказать. Это большая проблема отеческая. Я не специалист. Тут специалисты должны высказать. Да. Но специалисты молчат, потому что не хотят брать на себя ответственность, чтобы их не уволили из больницы. Следующий у нас вопрос это. Насколько мы снабжены врачами и заведениями медицинскими? Ну, Минздрав России считает, что в 2018 году Мордовия лучше всех в Белорусском федеральном округе обеспечены врачами. Ну, по цифрам. И вот у нас до 2021 года новое здание поликлиники онкодиспансера возведут и 4 первичных центра амбулаторно-онкологической помощи. Как вам кажется, это достаточно или нужно больше денег выделять на возведение медицинских объектов? Ну, конечно, недостаточно, потому что сейчас эти медицинские учреждения сокращаются, особо на районах, в сельской местности. И люди вынуждены ехать в райцентр, только чтобы попасть к врачу. Это, конечно, очень плохо. Но, с другой стороны, у нас население уменьшается в сельской местности. И просто количество населенных пунктов резко уменьшается. И вот что делать? Тут, конечно, какая-то система должна быть продумана, она не продумана. Но, с другой стороны, мы видим, что население страны стареет, значит, больше больных, старых людей, которым нужна помощь медицинская. То есть, по логике вещей, мы должны, наоборот, увеличить количество медицинских персоналов, медицинских учреждений. И медицинская помощь должна быть расширена по сравнению с предыдущими годами. Вот в этом логика, по-моему, а не наоборот. А не сокращение, не оптимизация. К этому мы еще вернемся, я знаю разгадку. А вот мне кажется, что гражданин, желательно, каждый должен выдвигать лучшие кандидатуры на то, чтобы на те руководящие должности в правительстве, которые ему, кажется, недостаточно... Я вас не буду просить свою предложить, но просто прокомментировать мою кандидатуру. Знаете ли вы ее? Вот мне кажется, у нас есть человек, наш современник, которому мы будем через десятилетия ставить памятники, называть учреждения его именем, города, поселки называть его именем, улицы, проезды, проспекты. Это создатель самой многочисленной за всю историю Мордовии научной школы. У него около 200 докторов наук, кандидатов медицинских наук. Алексей Петрович Властов, доктор наук, в кафедре он. Вот знаете ли вы его, что можете о нем сказать? И вообще, как он носит к тому, что обычные люди предлагают свои кандидатуры? Ну, это ученый и преподаватель. И организатор большой. Организатор науки. Науки организатор. Но все-таки не организатор медицинского обслуживания. Но опытный хирург, знает медицину изнутри. Нет, это еще ничего не значит. То есть, далеко не каждый специалист может стать руководителем. Это особая профессия, так скажем. Если профессия очень важная, то требуются особые навыки. И подготовка, может быть, даже. Так что из специалиста руководитель не всегда получается, не всегда вырастает. Сейчас такой гимн чиновничеству воспели. Что только чиновник, который всю жизнь сидит в кабинете за столом, способен. Тут же мы на втором месте, по сути, на третьем месте в мире по ураковым заболеваниям. Это научная проблема, нерешаемая. Стандартным путем бюрократических хода процесса нельзя это решить. Это научная проблема может решить только человек с научной мотивацией. Я так считаю, дилетантским. Нет, совершенно нет. Организация медицины. Особый вопрос. К науке он, конечно, имеет отношение. Он такой косвенное. Тут должны приниматься какие-то решения государственные. И организационные. Ну, конечно, в науке медицинской есть такой раздел обслуживания медицинского населения. Я думаю, кто-то занимается научно этой проблемой. Вот такой вот. Но все-таки нельзя смешивать. Две разные профессии. Спасибо вам за скепсис. Хоть впервые я с вами не согласен. Вот следующая новость у нас. Фонд социального страхования выяснил, что до 28 августа, с начала года, у нас 23 инцидента, 23 смерти в результате производственного травматизма. Кроме того, вот у нас руководитель Росприроднадзора сообщал, что если в начале 90-х 250 тысяч тонн загрязняющих веществ выбрасывалось в атмосферу, то в 2014-м 35 тысяч тонн до сих пор выбрасывается, но, видимо, меньше. Кроме того, у нас автомобильные выбросы. Хорошо, что объездные дороги вокруг Саранска уменьшается количество выбросов. Но есть радиационно опасный объект в Саранске. Саранский филиал не технической физики и автоматизации. Потом биохимик, Лисман, оптоволоконный стемен, Грузаевский стекольный завод расширяют производство. Несмотря на то, что ртутный цех на Лисме, номер 8, закрыли в 2017 году. Как вам кажется, получается, наращивается объем производства, вредного производства в центрах крупных городов? Хотя Росприроднадзор говорит, что там фильтры, мониторинг, экология 100%. Но можем ли мы доверять чиновникам в этом вопросе? Нет, конечно, не можем доверять. Потом структура нашего города и Розаевки, они таковы, что промзоны залезают очень близко к селительной территории, к жилой. Вот. И опасные территории перекрывают жилье очень сильно. Это по Саранску очень видно было, в советское время и в 90-м годах. Вот. Ну, сейчас, наверное, не так остро стоит экологическая обстановка, потому что многие производства просто не работают. Вот. Ну, действительно, есть на этих территориях уже какое-то новое производство возникает, оно потенциально очень опасно. И это фактор высокого уровня онкозаблеваний. Кстати, вот когда вы переключаетесь, опять выговорите, что чиновники действительно известны, что это главное качество чиновничества. Равнодушие, безразличие. Его максимум его снимут. А когда мы говорим, что нужно проблему решать, мы говорим, нет, тебе нужно чиновник поставить, профессионалы в области бюрократии. Ему плевать, он идет процесс, его снимут, его поставят руководителем больницы. А ученый, он говорит, если я не решу проблему онкологии, вот я думаю, Власов, у него вся репутация порушится. Какой же ты ученый, если ты не смог вот решить, он будет стараться. А чиновник не будет стараться. Не уверен. Дальше. Вот Росприроднодзор покритиковали. Теперь МЧС. Вот я не доверяю Министерству чрезвычайных ситуаций. Вот, кстати, бывшего руководителя МЧС поставили главой Розаевского района, и теперь Волков Владимирович его одного критикует, когда не выполняется скорость капстроительства. Вот именно к нему у него претензии. Значит, как же он работал на должности? Ну, пусть он на меня не обижается, если он не услышит. Хотя он не услышит. И вот я дальше. Вот МЧС, его преемники. Значит, они должны подготовить все предприятия, особенно опасные, чтобы какой бы природная катастрофа ни случилась, мы могли быть в безопасности. На Лисьме 24 июля пожар произошел, загорелся вакуумный насос, еле-еле потушили. А над Розаевкой прошел смерч. Смерч проходит почти каждый год. Это нормальное явление. Только он прошел над Розаевским химическим заводом 28 июня, сорвал крышу над химическим заводом, разметал обшивки стен, затопил весь цех. Это что же такое? Просто несоответствие того, что построили нормам, потому что нормы, они предусматривают долговечность, неизменяемость конструкции, в том числе и крыш, и стен. Значит, могли умереть десятки тысяч людей, если там химически это вещество смерчим могло разметать. Ну, все верно, да, это построено не по правилам, не по долгам. Ну, построено, ладно. Но МЧС-то платит деньги за то, чтобы они проверяли, в каком состоянии подготовлено. Ну, и мониторинга не было соответствующего, конечно. То есть он был, но плохого качества. Ну, да. Вот я считаю, вот вы правильно говорили, насчет того, что нужно, наоборот, несмотря на то, что увеличивается формальное качество медицины, и вроде бы оптимизация должна быть, нет, наоборот, должно увеличиваться количество вот именно в этих отраслях сотрудников, в медицине. А то у нас в армии, в спецслужбах, в пневмонханинской системе самое большое число в мире на душу населения, оно нужно именно в медицине. И вот я считаю, вот в ком у нас спасение. Три вещи. Международная помощь. Вот у нас Greenpeace России в июне сотрудники помогали тушить пожары в Мордовском заповеднике. Потом организация по запрещению химического оружия. Россия выделила деньги на уничтожение химического оружия до 2020 года. И мы уже похвастались в 2017 году, что все уничтожили, хотя это неправда. Дальше, добровольцы, волонтеры. У нас пожарные охраны летом почитали, что сейчас 4227 человек добровольцев в области пожарной охраны. И якобы сами они уже потушили 57 человек. И вот основная надежда на меня, что у меня, что вот есть альтернативная гражданская служба. Вот весной было сообщено, что более тысячи человек пошли на танках кататься на самолетах, новый курортный полуостров захватывать у соседней страны. А в альтернативную службу пошли только два человека. А я считаю, надо довести за несколько лет под сотрудником Минздрава, чтобы почти 100% всех призывников Мордовии шли в альтернативную гражданскую службу, в больнице. Потому что как ты можешь идти летать или на бронетранспортер кататься, если у тебя соседи по лестничной площадке в округе, тысячи людей умирают от рака, а ты идешь, понимаешь, учиться там на десантинге, с парашюта прыгать. Вот более главная проблема, мне кажется, для каждого гражданина в Мордовии. Как ты считаешь? Ну, наверное, я согласен с этим, что есть очень такие тяжелые работы в том же населенном пункте. И они не позорны, как у нас считается. Да, где очень требуются руки рабочие. И, конечно, туда никто не идет по ряду причин. Вот. Сюда нужно привлекать, конечно, таких вот новобранцев. А вы считаете, что действительно у нас в обществе считают, что если ты идешь учиться убивать американцев, то ты мужчина. А если ты помогаешь женщинам, бабушкам, дедушкам, больным, онкобольным, то это что-то такое недостойное мужчины. Перекос у нас такой. Да, совершенно верно. У нас общество такое-то еще... Злое. Постсоветское, да, патриархально-советское какое-то. И вот эти все стереотипы, такие самые плохие, они все сохранились, они очень живучи. И, наверное, именно поэтому у нас уровень семейного насилия, где отцы бьют жен, детей, бабушек, дедушек, самый высокий в мире. Я не знаю насчет самого высокого в мире. Он очень высок, конечно, это уровень насилия. Вот это все оттуда. И по числу убийств на душу населения Россия на втором месте в мире. Это же тоже наше общество. Да, это наше общество. Мы друг друга убиваем. Она очень жестокая, да. Это ненависть, которая в обществе разлита во всех слоях. Это, конечно, очень плохо. Известно ли вам что-то о захоронении боевого химического оружия на территории Мордовии? Нет, неизвестно. Это все мне отвечали в гости. Я сам год назад еще не знал. Был такой ученый, Лев Александрович Федоров, 12 августа, исполнился два года со дня его смерти. Доктор химический наук посвятил лет 20 в последней жизни выявлению мест захоронения биологического и химического оружия на территории Советского Союза. Он выяснил по документам, по архиву, что вся страна замусорена свалками. Более 500 мест просто бросали, зарывали легко или утапливали на дно весь Советский Союз после свалки химического и биологического оружия, которым мы хотели уничтожить Америку, а уничтожаем свой собственный народ. И вот он опубликовал документ в 2001 году. И столица С написала репортаж, интервью взяла в 2001 году Валерий Ярцев, замечательный журналист. И выяснилось, что под военным складом номер 62 находится до сих пор захоронение боевого химического оружия и прита, и фазгена, которым в Первую мировую войну убивали друг друга, потом запретили. Две версии, где он находился. Военная база на Саранске как раз называлась военная склада 62. Или там находился, и в июне там был пожар, три склада деревянных сгорели, и черный дым до небес. Но более вероятная версия, что он находился, и вот журналист Алицес пообщался с местными жителями, в центре Рамаданово, станции Красный Узел, там находилось не менее четырех длинных, более 150 метров складов полуподвальных. Это около нынешней нефтебазы за железнодорожным переездом. И, видимо, там вот находится под землей недавно там полигон мусорный горел. Если бы он горел над этим, то это все взорвалось. Десятки тысяч жителей Рамаданово умерли бы. Потом нефтебаза могла взорваться, сдетонировать тоже. Пол Рамаданово умерло бы от этого боевого химического оружия. Потом выделяют деньги на реконструкцию парка. Зачем выделять деньги? Тратить. Если у вас тут, понимаешь, под землей в нескольких ста метрах находится такая смертоносная оружие массового уничтожения. Как относитесь к тому, что удостоверить, есть ли оно, если есть, достать, утилизировать и видеть светлое будущее? Приветствовать. Ну, тут две проблемы. Первое, все-таки установить, что это именно это место. Потому что, скорее всего, это материал секретный. И все будут сопротивляться инстанции по раскрытию этих документов. И второе, а куда переместить-то? Раз вы говорите, что вся страна усеяна такими могильниками, куда перемещать-то? Зарвать. Это тоже требует очень больших средств. Перемещение такой массы веществ куда-то на полигон и уничтожение. Это все очень дорогостоящие мероприятия. А компенсация десяткам тысяч умерших Рамадановцев через 10 лет потребует денег? Ну, об этом же никто не думает. О том, что все это отравляет или уничтожит жизнь. Об этом, к сожалению, не думает. Да, но у нас счастье в том, что до 2020 года, еще несколько месяцев, международная организация по борьбе с химическим оружием выделяет деньги России. Только мы похвастались на три года раньше, что у нас все есть, все кончилось. Надо вот в последнем месяце использовать на то, что это. Дальше. В топку к этой новости, то, что вот у нас в Ружаевке нашли ржавую гранату. Все, взрывотехники, дети нашли. Взрывотехники пришли, все, понимаешь, ЧП, потом на полигоне взорвали. Или в Ковылкинском отделе тоже человек хотел охотничий пор продать, тоже ему сейчас до пяти лет грозит. А тут, понимаешь, такая вещь, которую кто-нибудь может украсть, тоже попытаться в Сирии продать, в Северной Корее. И у нас никакого переполоха нет. Должен быть. Ну да. Конечно, можно назвать государственным преступлением, но как-то это очень страшно звучит. Очень страшно, согласен. Чернобыль. Ядерные осадки упали. Значит, 14 субъектов России пострадало. В Мордовии 28 населенных пунктов, 13 тысяч человек. Осадков 2 тысячи детей. В стране 830 тысяч ликвидаторов. Из них 130 тысяч уже умерло. Средний возраст умерших 43-45 лет. Как вы считаете, Чернобыль до сих пор влияет на то, что онкобольные? Наверное. Конечно, есть прямая связь. Может быть, с тех пор это и тянется. Один из детонаторов этого процесса, да, Чернобыль, конечно. Потом я тоже год назад выяснил, что, оказывается, у нас в 1963 году было в мире соглашение, что больше не делать ядерных взрывов на земле, в воде и в космосе. А под землей можно было. И поэтому Советский Союз и Америка начали дубасить. И если Америка только сделала взрывов 34, и то они только на военных полигонах, то у нас только за пределами военных полигонов 169 ядерных взрывов. В том числе я вокруг Мордовии посчитал, в Башкатастане было 7 ядерных взрывов. В республике Коми 3 ядерных взрыва. В Пермской области 10 ядерных взрывов. Вот это все у нас... Кроме того, в 1954 году на Тотском полигоне, для того, чтобы создать организацию Варшавского договора, Жуков замминистра пригласил представителей соцстран, и организовали учение. Ядерная бомба падает на Тотский полигон. Через полчаса 320 самолетов советских с летчиками прилетают через ножку ядерного гриба, взбрасывают в безопас, и еще через полтора часа 45 тысяч советских солдат проходят через эпицентр взрыва с разных сторон, чтобы продемонстрировать, что даже после этого останется как минимум 50%. И потом выяснилось, 45 тысяч солдат заражены облучением, 10 тысяч мирных жителей заражены облучением, вся техника разъехалась к Советскому Союзу, облученная. Со всех взяли подписку антирсглашения на 25 лет. Это тоже влияет? Ну как же, конечно. Я был на Тотском полигоне в 1982 году, у нас там были курсы после окончания института. Но это просто Марс какой-то, ландшафт Марса. Ничего там не растет? Нет, ничего не растет. И люди там, конечно, чакнутые. Какие? То есть на интеллект отразилось новое поколение, да? Ну, это в том, что ландшафт влияет на самочувствие человека очень сильно. Еда, вода, это все, конечно, просто ужасно. И оказалось, что выбрали именно вот этот, тотский полигон, потому что территория напоминала территорию Германии, на которой хотели, конечно, с Америкой воевать. Ну, это европейская часть России все-таки, хоть и восточная окраина. Очень плоская, громадная такая степная равнина, без поселений, поэтому там и расположились. У нас интересное событие произошло под Северодвинском. Ядерный взрыв, такой небольшой, умерла. В результате взорвалась при испытаниях крылатая ракета, которую мы хотели уничтожить десятки миллионов американцев. И Федеральное собрание России 1 марта 2018 года аплодировало, как у нас летит на западное побережье ракета «Буревестник». А когда у нас взорвалась под Северодвинском, все замалчивают, уже никто не аплодирует, потому что будут умирать только российские граждане от этой крылатой ракеты. И в том числе умер уроженец Темниковского района, Сергей Евгеньевич Пичугин. Там выброс радиации произошел в десятки раз. Кратковременно, конечно, но это тоже влияло. Это облако радиоактивное пошло над Северодвинск и рассеялось над ним. Это был третий солнечный день. Людям не сообщили о радиации. Люди гуляли с детьми, радовались жизни. 4 из 6 станций мониторинга в России засекретили свою информацию. Министерство захоронения Северодвинска тоже засекретило. Врачи, которые лечили, пытались спасти людей вот этим радиоактивным случиво, болезнью, им не сообщили, с кем они работают. Поэтому у одного врача уже радиоактивный изотоп мышечной ткани, лечебное отделение Архангельской областной больницы облучено. Теперь получается сносительно это здание, туда нельзя там лечить. Это тоже все влияет на онкоболезни в будущем? Ну а как же, конечно. Ну это гонка вооружений. Какой? Гонка вооружений, которая, во-первых, уничтожает самих жителей нашей страны. Эта гонка не подконтрольна обществу, разумеется. Общество, собственно, и не занималось никогда этим вопросом. И просто послушно умирало на всех этих отравленных территориях. Но все-таки общество вначале голосует за тех, кто предлагает уничтожать Америку и увеличивать ядерное оружие, а потом уже умирает. А потом уже умирает. Ну да. То есть не то, что пришла какая-то оккупационная власть, и наше общество бедное уничтожает. Ну, общество пока было согласно с такой судьбой, быть по защите мощного государства, но терпеть вот такие вот ужасы. Да, у нас общество такое, значит, у нас родители Сталина все его детство избивали, Иосифа Виссарионовича, сделали его калекой, рука поломана, нога покалечена, и отец и мать его избивают, соседи знают об этом. Потом он маму в 30-х годах спрашивает, мама, ты почему меня так часто избивал? А мама говорит, ну, мама, видимо, больной психический человек, пусть он, не обижаются родственники. Она говорит, вот поэтому ты такой хороший вырос. Естественно, он ненавидел весь мир. То есть соседи нормально относятся, что дома избивают, на улице избивают, убийства, войны, нападаем на соседние страны, ядерное оружие смертоносное, и потом сами умираем от этого оружия. Ну, это же стопость, которая в традиции. В традиции 19 века, традиции деревни, и русской, и нерусской, традиции города старого, до религиозной истории, и советской, особенно столетского времени, конечно. Время очень жестокое. И вот у нас после Чернобыля Горбачев выступил через 18 дней и сообщил частично правду населению. А сейчас прогресс, все-таки общество у нас эволюционирует. Вот президент страны, Вадим Владимирович, через 11 дней выступил, но пока сообщил, что никакой угрозы нет в Северодвинске, никакого повышения фонда тоже нет. Ну, я от себя скажу, что он ввел в заблуждение. У меня последняя новость такая, где мы берем для Мордовии пример с других стран, чтобы нам ускорять эволюцию. И вот я считаю, что надо брать пример в данном вопросе со Скандинавией, потому что и после Чернобыля мы узнали о том, что такое радиоактивное излучение идет, и облако, оно четыре раза вокруг Земли прокрутилось, радиоактивное облако, только из скандинавских средств массовой информации, из скандинавских органов власти, которые обратились к власти советской, и стали писать в СМИ, и из-за этого уже весь мир узнал. И в этом году тоже, 9 июля 2019 года, норвежская экспедиция над атомной подводной лодкой комсомолец советской сделала проверку и выявила там превышение в 100 тысяч раз уровня радиации. Как вы считаете, нужно ли нам раскрывать, обнародовать всю общественно значимую информацию и не скрывать вот этого глупого народа, которого ничего не разбирается, всю информацию? Ну, всю не всю, но, конечно, большую часть информации нужно показывать, как она есть, объективно. Но ваше предложение брать пример со Скандинавии, оно совершенно некорректно. Потому что? Ну, потому что скандинавские страны – это особые, мирные, милитаризованные страны, где жизнь совершенно идет по другим законам, по экологическим, по очень современным. Там и население совершенно другой структурой. Это такие довольно небольшие страны в Северной Европе. Наша страна совершенно другая. У нее другая история, другая география, другая экономика. Наша страна милитаризована в очень сильной степени. Она сейчас вошла в гонку вооружений. Поэтому все плохое, что было до этого характерно в советское время, оно сейчас очень сильно проявится. И никакого сравнения с какими-то скандинавскими странами быть просто не может. Они решают свои проблемы и успешно решают. Мы пытаемся поставить перед собой другие совершенно проблемы. Как они будут решены, еще неизвестно. Но это совершенно другая жизнь. Поэтому брать пример с них просто нельзя. Виктор Борисович Махаев, спасибо вам большое.